Если ничего не есть и не покупать, то цены вполне нормальные. На этой неделе аналитики ВТБ Капитал анонсировали рост стоимости продуктов и непродовольственных товаров. Ну что ж, друзья, готовимся стать акционерами. Не в смысле вложения денег, а в смысле покупки всего необходимого исключительно по акциям. Это Вести Бескиселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, продукты в России снова подорожают. Ура.ру пишет, что увеличение достигнет уровня 6,5%. Непродовольственная инфляция 4,7%. Также о повышении цен предупредили поставщики красной икры. Рост ее стоимости может достичь 30%. Хотя, зачем я это говорю? Кто из нас каждое утро закусывает кофе красной икрой? Наверное, единицы. Мы же все больше специализируемся по зеленой. Бутерброды с зеленой икрой. Красота. Также с начала 2022-го продолжился рост цен на автомобильное топливо. Повышение коснулось 30 регионов России. Напомню, в прошлом году цена бензина поднялась более чем на 20%. Чего ждать в этом пока не ясно. Но вот, например, министр энергетики России господин Шульгинов еще в прошлом году утверждал, что цена бензина в России искусственно занижена. И если бы не сдерживание цен правительством, то каждый литр топлива мог бы стоить дороже еще на 15 рублей. Ну да, ну да. А по мне, так если бы не правительство и все те, кто никак не накопит на захват мира, то бензин мог бы стоить всего 15 рублей за литр. Ладно, будем объективными в этом году от 16 до 18. Каждый остальной рубль мы платим в виде налога государству. А это 65%. Пример расчета есть в свободном доступе в сети интернет. При этом, друзья, у каждого из нас разные возможности. Кто-то ездит на Майбахе на работу в госструктуры, а кто-то заливает тот же бензин за ту же стоимость, но в свой москвич, чтобы доехать до сада. Богатые и бедные, мы такие разные, но все-таки мы вместе. И связала нас, к сожалению, далеко не музыка, а стоимость нефтепродуктов. Зарплата Игоря Сечина в государственной компании «Роснефти» 4,5 миллиона рублей в день. Зарплата Алексея Миллера в государственной компании «Газпром» 2,2 миллиона в день. Зарплата Владимира Якунина в государственной компании «РЖД» 1,3 миллиона рублей в день. Минимальная зарплата в России на 25% ниже, чем в самой бедной стране Евросоюза. При этом с начала года, по данным «Автостата», существенно повысили цены на автомобили 23 марки, представленные на российском рынке. Среди них оказался и родной «АвтоВАЗ», увеличивший цены до 82 тысяч рублей. В частности, именно на такую сумму подорожала «Веста Спорт». Остальные автомобили в среднем стали дороже на 30 тысяч рублей. Теперь даже как-то становится понятным, почему в конце прошлого года «АвтоВАЗ» попросил россиян не называть автомобиль «Лада Гранта» бюджетным. Какой же он бюджетный? В максимальной стоимости более 800 тысяч рублей. Поэтому слушаемся и повинуемся. И ждем новых указаний на тему обсуждения нанотехнологии отечественного автопрома в сети больше недопустимо. «Говорить нельзя, показывать можно». Зацените новейшую технологию «ВАЗ Патриот». Не, ну а че, нормально. Просто хотели применить новые технологии, где один стеклоочиститель отвечает и за чистое лобовое, и за чистое боковое, и даже за видимость в зеркала. Но что-то вновь пошло не так. Хотя мы же в России, и по идее должны быть патриотами и отечественного автопрома, и отечественной валюты. По крайней мере, именно к этому призывает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. «Вы сейчас не должны покупать доллары и евро. Рубли покупайте, потом вам некому принимать от вас евро и доллар». Да-да-да-да, друзья, рубли покупайте. Зачем вам эта валюта? Доллар, доллар, доллар. Это грязная зеленая бумажка. Вы только вдумайтесь, всего лишь за один доллар вы можете купить целых 75 рублей, а за один евро целых 85. А там, глядишь, и весь мир за нами потянется. Но это, как понимаете, не точно. Хотя подумать в действительности есть над чем. Джо Байден на этой неделе заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине, Америка отключит нас от свифта и запретит российским банкам совершать долларовые операции. Конечно, в ответ на санкции нам бы тоже хотелось запретить американцам пользоваться нашими рублями и отключить их от платежной системы МИР. Но наш единоросс Евгений Федоров предложил на его взгляд способ получше. Может быть, но я сейчас фентазирую, в запуск ракеты, я одной из наших ракет по штату Невада в Америке, так сказать, и даже ядерный взрыв там на полигоне для демонстрации нашей решимости без согласия американцев. Ну, предупредив их, конечно, да, чтобы они не рванули в ответ. Опачки, Евгений, а вы в показаниях не путайтесь. То без согласия американцев, то предварительно предупредив их. Жень, вы бы лучше коллег своих о планах предупредили. У них же там семьи никак, у большинства жены, дети и квартиры. А вы такое да вслух говорите. Я, конечно, понимаю, что в Неваде вы прежде всего имели в виду ядерный полигон. Но согласитесь, что при условии, когда вы продемонстрируете свою решимость, то же самое может продемонстрировать и Америка. И вот не факт, что в качестве объекта США выберет соответствующую площадку. Так что я бы с такими призывами была бы поосторожнее. Лучше обратите внимание на свои инициативы. На этой неделе, кстати, они очень порадовали. Во-первых, в Госдуме вновь предложили освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от оплаты коммуналки. Сегодня им компенсируют половину стоимости, а с 1 июля текущего года могут освободить от расходов на ЖКХ полностью. Во-вторых, на этой неделе во втором и третьем чтениях был принят закон о пожизненном наказании для педофилов. Правда, пока он касается только рецидивистов. Хотя я искренне не понимаю, зачем давать столь опасному преступнику второй шанс, подвергая риску жизни и здоровья очередного ребенка. Также в третьем чтении Госдума одобрила и повышение пенсии на 8,6%. Теперь средний размер выплаты составит почти 19 тысяч рублей. А еще в планах услуг народа ограничить продажу алкоголя по выходным и сделать прививку от известного вируса платной. Но пока это только рассуждение и не повод для обсуждения. Вот как-то так, друзья. Это были все новости к этому дню, о которых не рассказали мои коллеги. А я напоминаю, что вы смотрели Вести без Киселева, совместный проект канала «Фирмак Медиа» и «Реальная журналистика». Кстати, на нашем канале вас уже ждет второй итоговый выпуск новостей, где я расскажу, в какой стране вакцинация признана самоубийством и чего следует опасаться россиянам после победы над омикроном. Ну а мы с вами увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.